МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наш сегодняшний герой занимается благотворительностью десятки лет. За его плечами огромное количество вновь построенных или восстановленных культурных и социальных объектов, восстановлении сельскохозяйственных земель, обновление и благоустройство его малой родины. Ну, тогда о чем еще говорить? Но нет, для нас, журналистов, он представляет особый интерес. Конечно, каждый состоятельный человек, наверное, должен и может помогать своим односельчанам, землякам, соседям. Наш герой придерживается иного мнения. Он считает, что благотворительность не должна зависеть от толщины кошелька. Потребность прийти на помощь, помочь конкретному человеку, даже если он не земляк, вполне естественно для жителей, и, конечно, для нашего героя, этого старинного и богатого традициями села. Здесь принято никогда не оставлять в беде человека, даже если он не земляк. Это чувство взаимовыручки, поддержки пришло к односельчанам с раннего детства, унаследовано от родителей, дедушек и бабушек. Таков порядок здесь, в отчим доме. Поэтому о нашем герое говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Наталья Камалединова инженер из города Октябрьского в Башкерии. Она пострадала от коронавирусной инфекции. Женщина вспоминает о своей госпитализации. Температура держалась, наверное, не знаю, дней 20. Температура упала, но отключились легкие люди. Умирали там в палате. Страх задохнуться, что ты не сможешь дышать. Женщина работает на заводе. Вспоминает, что коллеги помогли с лекарствами, которые из-за резко выросшего спроса оказались в дефиците в ближайших аптеках. Кроме того, приобрели специальное оборудование для реабилитации вне стен больницы. Благодаря этой поддержке, наверное, то, что у тебя такой тыл, все равно состояние души становилось такое, что ты... Мне кажется, вот это помогло еще больше выздороветь. Генеральный директор, я знаю, Раиль Камилович, он постоянно интересовался, как она, как дела у нее, что нужно. Все, что нужно, обязательно сделать. Все, что нужно, обязательно сделать. Раиля Камиловича Фахрединова знают не только как генерального директора крупного завода, а в недавнем прошлом депутата законодательного собрания региона. Многим он известен своей благотворительной деятельностью. Просить помощи, это тоже, это нелегко. Это психологическая такая ситуация, неожиданная, которая буквально переворачивает действительность этого человека, ставит его перед таким тупиком. У каждого своя история, которая иногда трагичная, иногда очень такая, что аж слезы наворачиваются, когда сидишь, человека слушаешь. На средства мецената, например, построена эта мечеть, фельдшерский пункт, дом культуры, памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Возрождено озеро рядом с фруктовым садом. Мы как-то выросшие в деревне, это привычка деревенская, помогать друг другу. У нас татарское слово «эмэ», если есть, кому-то дом надо поднять, кому-то еще что-то сделать. Это коллективизм, помощь друг друга, она сидит в духе односельчан. Отчий дом Раиля Фахрединова, деревня «Новые Бешенды» в Туимазинском районе Башкортостана. Один из братьев мецената, Радик Фахрединов, показывает дом, где прошло их детство. Был единственный колодец, и домов 10 оттуда приходили, домов 10-15 с этой стороны приходили. Вся округа ходила за водой, раз приходили, вот, чай, чай из кипяченый, давай зайди, посидим, поговорим, какие просьбы, что к чему я. Я вырос в этой среде. Деревне «Новые Бешенды» не меньше 150 лет, выяснили местные краеведы. Они изучили архивы и арабскую графику каменных плит на старом мусульманском погосте. Сто лет назад, вскоре после революции, был страшный голод. Потом случился крупный пожар. О пожаре я слышал по рассказам. Это были 20-е годы, я позже родился. А из детства помню, что дежурства были организованы, вышку поставили к ланчу, смотрели, нет ли где дыма. Не горит ли что. Механические насосы были, бочка с водой, на готове стояли три лошади. Через 20 лет Великая Отечественная война. Отсюда на фронт ушли 100 человек. 40 из них не вернулись. Медхат Гельманов – сын фронтовика. Его отец Мулагали Гельманов – военный связист. На этом снимке, после возвращения с фронта, он вместе с помощником, рядом с молодым саженцем яблони, в будущем фруктовом саду в родной деревне «Новые Бешенды». Его в армию забрали в 43-м году. Живой вернулся. Поженились они с мамой в 49-м году, в январе. Песни всегда Катюшу пел. Он у нас не такой уж певец был, но Катюша всегда пела. Со временем жизнь наладилась. Традиционному сельскому хозяйству помог нефтяной промысел. Неподалеку обнаружили месторождение, на освоение которого трудился отец мецената. И многие выходцы из новых бешендов. Мать Раэля Фахреддинова получила медицинское образование и добилась открытия здесь первого фельдшерско-акушерского пункта. И положено было, благодаря матери Раэля Камильевича открыли фельдшерский пункт. Она сама ездила, сама лично ездила даже до Уфы, в министерство сколько ездила, ходила, чтобы у нас открыли. Мать в любое время дня и ночи в соседней деревне, пургане, пургане имея значения, человеку надо помочь. Она поднималась в теплой постели, хотя своих дел много, ей, возможно, и утром на работу надо было. На этих кадрах дети, внуки и правнуки фронтовика в тени тех самых яблонь. Неподалеку меценат Раэль Фахреддинов каждый год проводит день встречи односельчан. В то время как на сцене поют известные в Башкирии артисты, в Доме культуры идут репетиции детской театральной студии. Дом поочистил, домашнюю работу сделал сам. Клуб был совсем старый, деревянный. Поддержал и районное руководство, с местом, с коммуникациями помогли оформить документы. И в течение года старый клуб был снесен, и на его месте я построил новый уже каменный, так скажем, из кирпича клуб. Благотворительной деятельностью Раэль Фахреддинов занимается уже не один десяток лет. Став уже руководителем крупного предприятия, когда предприятие разрослось, появились финансы, и это частные деньги. Эти деньги я начал вкладывать именно уже в то место, где я родился, где я вырос, где я постоянно бываю. Предприятие находится в городе Октябрьском, значит, и где работает 2,5 тысячи человек. Жильцы города, жители города получают тоже различные, наверное, зоны отдыха, различные спортивные проведения, спортивных мероприятий. Попадают под это влияние все сегменты нашей жизни. Это и школы, это простые люди, это какие-то общественные объединения, это спортсмены, это спортивные объединения, культуры, образования, медицины. То есть, насколько получается, насколько есть возможность, оказываем помощь всем. В новом здании фельдшерского пункта работает Гузель Шарафуддинова. Меня многие знают, многие знаю я. У меня и муж с этой деревни. В 2019 году медик получила помощь от государства по программе «Земский доктор». Деньги ее семья направила на погашение ипотеки. Гузель одна из тех, кого отметили на ежегодной встрече односечан. Праздник проводят на берегу озера, которого могло и не быть. Раньше, когда было озеро, оно высохло или что, и вот в Ахрединовой семья привлекли технику, почистили глубину глубоко, потом нашли родники на горе, провели трубы, завели воду. Это где-то 3-4 года назад. И вот так потихоньку набралось озеро. Благотворительность для меня самый такой, наверное, важный фактор, чтобы результатами вот этих вложений пользовались максимально большое количество людей. Какие-то идеи, какие-то мысли, что надо делать, она рождается в общении с односельчанами. Это где-то реагирование на просьбы односельчан, вот это надо бы сделать. Вот это, помните, у нас в нашем детстве было, а сейчас его нет, вот это пропало. Вот его оба реанимировали. То есть это некое такое общественное мнение, общественные дискуссии, по итогам которого рождаются какие-то планы. Одним из общих решений была своего рода исследовательская работа. То, что будет положено в основу краеведческого музея деревни. Историю новых бешендов в лицах, так называемой шажере, помогала писать пенсионер Рима Фаррахова. Каждая в двор зашла, у каждого спросила, кто что знает, а потом вот аксакалами вот это проверяли. Теперь ее знают в каждом доме. Деньги – это одно дело, но многие дела, которые мы там делаем, там участвуют все односельчане. То есть это самоорганизация, вот этот порыв одного человека, идеи нескольких человек, туда втягиваются массы. И самое важное, что все это видит уже молодежь подрастающего поколения. Молодежь надо воспитывать не только какими-то, не знаю, сейчас финансовыми какими-то вещами. Это и есть духовное воспитание, чтобы они помнили свою историю, свои истоки и любили свою малую родину. Региональный топ-менеджер вспоминает, как проходило его детство. В школу ходили 4 километра пешком, возвращались, потом домашние дела, но, значит, обязательно спорт. То есть мы очень много участвовали таких и организовывали активные виды спорта даже в те годы. Зимой между деревнями били с хоккеей, так скажем, у нас были рядом пруды. Летом играли в футбол, городки, другие подвижные игры. То есть детство было очень активным и очень разнообразным. Телевизоров не было, компьютеров не было, мы все время были на улице. И, ну, естественно, конечно, это работа, потому что деревня, деревенская жизнь, деревенский быт, без работы, без картошки, без прополки, без скотины, без ухаживания за ним, она не проходила. Свою карьеру Раэль Фахреддинов начинал электромехаником. Работал мастером, военруком, преподавателем, литейщикам на заводе, индивидуальным предпринимателям и депутатам. У каждого человека своя причина заниматься помощью другим, заниматься благотворительностью. Кто-то, возможно, сам когда-то прошел через какие-то вот такие вот вещи, сложности, но теперь ситуация поменялась, у него появились деньги. Даже оказание помощи, это не зависит от состоятельности. Это немножко другое. Благодаря крепким традициям взаимопомощи, в деревне Новые Бешенды каждый год звучит живая музыка на главной сцене и прямо на улице. В день встречи односельчан сюда приехали гости из самых разных уголков страны и, конечно, ближайших городов, например, из Октябрьского. Благодаря врачам, поддержке семьи и коллег к празднику Наталья Камалединова была уже на ногах и могла вдохнуть полной грудью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова